Подобрались мы к нашему последнему Т-69. Итак, хотелось бы опять сделать рекламную паузу, так скажем, отступить немножко от темы и сказать. Я вот тут работал, работал над качеством видео, получалось что-то то хуже, то лучше, но вот наконец пришел к концепции, как я это все буду делать, и качество, скорее всего, станет окончательным. Скажите, вот сейчас стало лучше, чем раньше, или ничего не изменилось? Тогда просто, ну, мне нужно это знать, в любом случае, так как качество лучше с этого монитора я уже не выжму, потому как из HD, Full HD, ну, ты никак не сделаешь, не растянешь искусственно, и, в общем, скажите, стало лучше, не стало лучше, да и вообще, нормальная ли картинка, или не слишком хороша? Так вот, лирическое отступление кончилось, и мы переходим к нашему Т-69. Ведь у нас американец восьмого уровня, тоже премиумный, тоже он дорогой. Такой же дорогой, как наш Леопард, но, конечно же, дороже он стоит, чем Т-34-100. Что же можно по этой машине сказать? Мною она не сказать, что бы сильно любима, скорее даже наоборот. И почему же? Ну, просто потому, что это как бы написано, что средний танк, а концепция у него немного не такая. Во-первых, у него есть барабан, который не слишком шибко хороший. Пушка у нас, да, сводится быстро 3 секунды, но она довольно косая, без стабилизации. Перезарядка всего барабана 23 секунды, не сказать, что бы быстро, если учитывать, что разовый урон всего 400 единиц, пробитие ужасное 173. Без голды на данной машине воевать невозможно, потому как, когда попадете к десяткам, то со своим 173 пробития будете делать ничего. И на голде хотя бы 250 пробития вы сможете пробивать. Далее, хотелось бы упомянуть, что внутри барабана тоже есть перезарядка. То есть получается, ну, за 30 секунд мы 4 снаряда отстрелим по 400 урона. Сами посчитайте, сколько это 1600 единиц урона мы за 30 секунд нанесем. Не так уж это и много, если учитывать, сколько могут нанести Леопард или сколько может нанести Т-34-100. Там в любом случае не меньше, там даже больше. То есть урон в минуту у нас низкий, пробитие низкая, скорость передвижения. Здесь большая проблема заключается в динамике. Разгоняется машина, ну, очень туго, вообще просто нереально туго и плюс в гору почти не едет. Это беда ее. Да, сохраняет скорость она довольно неплохо, но чтобы разогнаться, ну, я не знаю, здесь нужна взлетная полоса. Плюс, хотелось бы ответить, конечно, в плюсы это броня. Здесь она лучше, чем на предыдущих двух машинах. Иногда что-то и отскакивает. Башня довольно крепкая. Не щеки башни, а именно вот сама башня. Также лоб корпуса, ну, все-таки способен иногда что-нибудь, да, отразить. Сами, думаю, понимаете, если катались на этой машине. Если нет, то хочется сказать, что броня здесь иногда реально спасает. Но это не значит, что она здесь как на тяжелых танках. Абсолютно нет. Полагаться на нее все-таки не стоит. А из-за того, что у нас довольно низкая скорость, точнее, низкая динамика. Скорость-то все-таки более-менее 45 километров, по-моему, машина развивает. В общем, все равно нельзя ее считать какой-то идеальной. И это не совсем СТ-концепция. Да и плюс довольно печальное орудие по сравнению с теми двумя у нас претендентами. Особенно-то на восьмом уровне. Радует то, что она фармит. Да, эта машина фармит. Хорошо фармит. Если вы, конечно, урон наносите, а на ней это сделать сложнее, чем на предыдущих машинах. И радует, наверное, то, что вот бывает что-то вот так вот возьмет. Да и отскочит, отрикошетит, не пробьет. Это хорошо. Данной машине я могу поставить где-то 4 с минусом. Даже, наверное, 3. Потому как концепция СТ это немножко не то. Она довольно медленная. У нее отвратительное пробитие у орудия. СТ-173 миллиметра на восьмом уровне. Это очень печально. И по сравнению с теми машинами, да, она выше не поднимется. Конечно же, я уже объяснил, почему не может получить у нас пятерочку Т-34-100. Просто потому, что он не фармит, хотя является премиумной машиной. Также объяснил, почему у нас Леопард на четверочку. Да, он, конечно, в принципе, неплох. Но по сравнению с Т-34-100 на седьмом. Есть у него свои минусы, есть свои плюсы. Ну, в общем, на пятерку Леопард не тянет. Нет, хотелось бы его увидеть более интересным. Ну, а здесь, конечно, у нас необычная довольно концепция. Но это не СТ. Абсолютно не СТ. Плюс наносить урон очень сложно. Ну, я не знаю, что сложнее. На этом танке наносить урон или съесть в один присест 50 пирожных. Больших пирожных. Размером с кулак. Вот и сами думайте, что выбрать для себя. Но лично я предпочел бы для фарма все-таки какой-нибудь тяжелый танк. А если покупать машину для фана, то Т-69 подойдет только избранным, которым такой геймплей понравится. Леопард. Да, верно, тоже. Потому что он довольно кустовой. Не знаю, агрегат. Не знаю, не хочу ругаться. Такой. Ну, на нем надо много сидеть в кустах. Где-то позади. Что-то выискивать. Какие-то моменты. На Т-34-100, конечно, тоже придется выискивать моменты. Иногда посидеть в кустах. Но там чуть более экшена. Там больше приходится думать, двигаться. Как-то импровизировать. Здесь же у нас немножко иное. То есть, Леопард. У нас такой пассивный какой-то танк. На нем особо не следует рваться вперед. Не покатаешься. А на Т-34-100 иногда и полезно ворваться. Ну, а Т-69 вообще не про то. На нем надо вообще непонятно, что делать. Танк-то как танк. Довольно хорош. Но, опять-таки, по-своему, заковыркать своими тараканами в голове. Это печалит. Хотя, нельзя сказать, чтобы это было плохо. Но, как я уже и сказал, машина где-то на 4 с минусом. Все-таки, отсутствие такой скорости СТ-шной очень сильно сказывается. И пробитие у орудия просто беда. Если без голды, то будет вам очень и очень сложно. Особенно с десятками сражаться. Когда у вас 173 пробития. Ну, даже, наверное, в выязвимые места будет очень сложно попадать. Вот такой вот обзор. Мы уже распределили. Т-34-100, наверное, получает по совокупности всего первое место. Леопард встает на второе. И Т-69 мы оставляем на третьем месте почетном. Но хуже все-таки он сильно от этого не становится. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok